Так, ну шо, ребята, биткоин опять льется, ты что, просто упал за сутки на целых там 25%, это, конечно, внушительно, от пика вообще на 40%, ну все, надо продавать все свои альты, естественно, выхожу в минус, ребят, сразу заканчиваю этот видос, сразу все нахер продаю, потому что, ну, крипта с камина, ну что ж такое, биткоин целых 47 тысяч долларов, такие скидки уже не 60, не 70 тысяч долларов, а 47, то есть, ну, очень полезный информативный канал по крипте, это криптоиндустрия. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать крипту и неплохо зарабатывать. Также на канале криптоиндустрия проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире, 3 выигрышных места по 200 долларов на каждого, настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал, ссылка на канал в описании под роликом. Однозначно надо продавать, и даже достигало 42 тысячи долларов, также, кстати, смотрите, на Кукоине, 45,589, открываем Binance, вот, в чем прикол, смотрите, а здесь было 42, совпадение, не думаю, а ну-ка, давайте глянем Bitfinex, мне же интересно, ну, Coinbase у нас достигал 42,333, ну, плюс-минус то же самое. Битстамп у нас достигало 41,967, ну, плюс-минус то же самое, по, здесь, 41,274 на Байбите, да, вот, а на Bitfinex, сколько у нас на Bitfinex, 41,634, короче, на Кукоине самая низкая отметка, поэтому, ну, была, да, то есть сейчас, понятное дело, уже поднялась, на FTX у нас 41,800, ну, плюс-минус то же самое. Вот, и если там кто пользуется Gemini, допустим, на Geminix у нас было 42,074, а на Bitfinex, допустим, тем же самым, давайте глянем, 42,629, ну, короче, самая низкая цена у нас была, получается, на Кукоине, как ни странно, да, то есть, а ну, давайте на Poloniex глянем, мне же интересно, на Poloniex, на Poloniex на данном этапе у нас было 42 тысячи тоже ровно, а, допустим, на Huobi у нас было 44 даже, 1149, даже не 42, а 44, забавно, а здесь у нас было 41,241, ну, такой арбитраж своеобразный, вот, ну, а на Кукоине вообще была самая низкая цена, 4589, поэтому, ну, совпадения не думаю. Вот, поэтому, по поводу биткоина, ну, типичная коррекция, ничего удивительного, то есть растем-растем, ну, и потом, естественно, проливаем ради того, чтобы побрить хомяков, но даже если посмотреть рост, который у нас был с текущих отметок, там те же 87%, это порядка у нас сколько, давайте глянем, если мы достигнем, ну, давайте, я думаю, те же там 80, сколько, 82, 83, ну, вот 83 тысячи долларов, как минимум, мы вернемся с текущих отметок, я считаю, вот, который рост у нас был вот здесь, вот, то есть, поэтому, даже там 75, даже 85, даже, подожди, даже больше, сейчас я вам покажу, вот, сколько у нас тут было, давайте 90, 90 тысяч, нет, 90 много, ну, давайте, сколько, 88, что ли, 87, с половиной, ну, 87, с половиной, плюс-минус, давайте, где-то так, или сколько там, 700, о, вот так идеально, 87, 700, вот, поэтому таких отметок можно ждать по биткоину, не переживайте, все будет отличненько, вот, поэтому даже может быть и больше, вот, ну, это как минимум, я жду самая жесткая фома на, начиная от сотки и выше, я уже это неоднократно упоминал, поэтому, ребят, кто хотел докупиться, можно сделать вам фишку, могу секретную сказать, ну, опять же-таки, это выбор каждого, открываете CoinMarketCap, нажимаете самые большие минуса за текущий момент, кстати, Qtun поменял эту аватарку и логотип, я не видел, вот, и, соответственно, смотрите, какие монеты сейчас можно закупить, ну, естественно, надо учитывать, какие там находятся, в хаях, не в хаях, на максимумах, не максимумах, какой фундаментал, какой хайф вокруг них, стоит закупать, не стоит, ну, естественно, тоже надо включать мозги, ну, открывайте, смотрите, какие больше всего упали, их докупаете, вот, ну, опять же-таки, какие именно докупать и какие я докупаю, я написал все это в закрытом клубе, рекомендации дала, где раз кинул, ну, и, соответственно, что я делаю на текущем этапе, буду делать все это, отписал, в том числе, в закрытом клубе, поэтому, ну, допустим, выбираете сферу, интересно вам DeFi, да, нажимаете падение за 24 часа, ну, и смотрите, что больше всего упало, ну, и, соответственно, там, либо за 7 дней, вот, ну, желательно за сутки, потому что некоторые монеты могут стрелять, или, там, мета-вселенная, вы хотели докупиться, смотрите, что упало, ну, и, соответственно, набираете точно так же и по остальным экосистемам, да, и все это дело наблюдаете, либо просто там всю крипту нажимаете, какие монеты упали больше всего, и, соответственно, их докупайте, вот, поэтому сейчас скажу бонусом пару альтов, которые можно докупить, рассмотрим основные монеты, докупаю я их, либо нет. Вот, по поводу эфира BNB, я уже сказал эфира там, ну, то есть эфир откатился вообще, ну, фиг да нифига, да, поэтому на данном этапе, ну, опять же таки, кто хочет, кто докупает, опять же таки, если у вас стратегия чисто систематически докупать монеты, и вы там докупали эфир, ну, опять же таки, ваше право, можете докупаться. По поводу, соответственно, ну, давайте эфир классик, То есть, давайте я на Binance переключу, чтобы быстрее это все дело было. Вот, эфир классик, то же самое. Сейчас офигенная скидка, то есть, накопление, видите, ниже уровня мы не идем. Можно, в принципе, ожидать дальнейшего движения. Выкупили нас по тем же критическим отметкам. Давайте я даже красным цветом обозначу, чтобы было видно. Вот, поэтому я уверен, что эфир у нас поведут обратно наверх. Поэтому не бойтесь по этому поводу. Вполне допускаю, ну, если прольют, как бы, ну, тогда следующая отметка у нас в районе 20-ки. Поэтому такие вот дела. Ну, и кто сейчас не докупается очень даже зря. Вот, ну, а какие монеты докупить, я уже сказал, где можете глянуть. По поводу йоты. Йота, ну, плюс-минус, не сильно она откатилась. То есть, она на тех же отметках, по сути, где и была. Ну, на 30%, ну, как бы, особого отката не было. Она не сильно-то и взлетала. Поэтому тут ничего особенного. Дальше, Нео. Нео, я считаю, офигеннейшая скидка. Закрепились мы ниже. Ну, следующая у нас отметка здесь. Здесь, если глянуть, то, соответственно, у нас отметка 25-22 доллара. Ну, и здесь было, может быть, 21,5. Поэтому, если уйдем ниже этих отметок, можно ждать еще одного пролива. По поводу Qtum. Ну, напоминаю, что у нас 1 декабря был халвинг. Если упадем, конечно, и закрепимся ниже. Вот, мы достигали здесь те же 8 долларов. Если закрепимся за те же там 10-8 долларов, то можно ждать дальнейшего пролива на вот эти вот отметки. Но если здесь, то тренд у нас поломается. Поэтому я не вижу смысла этого сейчас делать. Поэтому, ну, естественно, это был просто обычный вынос по стопам. Поэтому в накопительном канале, пока мы не упали ниже 10 долларов, а тем более там 9,8, то, соответственно, можно ждать дальнейшего движения наверх. По IOS тоже офигенно скорректировали. Вот, внизу достигали отметки там те же 2 доллара. Поэтому, ну, кто хотел докупиться, гляньте, даже IOS спустился к тем же отметкам, где он был до этого. Поэтому, ребят, ну, просто песня, понимаете. Вот, Anthology, то же самое. Смотрим, достигал отметок в те же там 60 центов. Поэтому вообще находится на днище в накоплении. Вот, то же самое неоднократно советовал. Дальше, NEMXM, то же самое. Ребят, спустился вообще на днище. Но если глянуть полную историю, вот, офигенная скидка. То есть, естественно, все это дело должны были после накопления свозить. Ну, и сейчас тоже скидочка имеется. Вот, также там монета Verge. Давайте глянем. Монета Verge, полный график. Сейчас мы найдем. Вот, по монете Verge накопление продолжается. Ну, и смотрите, уровни я проводил. Совпадение, сука, не думаю. Смотрите, 15 центов я проводил. Вот, пришли к тем же отметкам. Ну, как бы, если закрепляемся ниже, но я сомневаюсь, что это будет выгодно делать. Потому что мы тогда уже сломаем тренд, скажем так, глобальный. Да, и, ну, локальный так точно, а глобальный тоже в том числе. Потому что все это дело будут лить. Вот, по поводу доги. Кстати, кто хотел купить высокоисковую монету по скидке. Вот, как видите, мы нас выкупили. И совпадение, не думаю. Опять же-таки, выкупили выше вот этого уровня в 16 центов. Потому что, если мы закрепимся ниже, то это слом тренда по данной монете. И все ей, как говорится, хана. Вот, в плане роста. Могут ли параллель ниже? Могут, я допускаю. Но могут сделать как? Как это было, допустим, по монете Тета. Ну, вот пример, который я вспомнил. Вот, параллели ниже ключевого уровня. Выкупили и погнали наверх. Такое параболическое такое закругление. Вот, по поводу остальных монет. Что там у нас еще осталось? Биткоин кэш. Зет кэш там давайте глянем. Биткоин кэш. То же самое. Если закрепимся ниже вот этих минимумов, которые у нас были, будет дальнейший пролив. Не вижу смысла растекаться по древу, да, как говорится. Если ниже 370 упадем, то, конечно, будет печально. По зад кэшу как раз я и говорил, ребят, подождите скидки. Ну, и в том числе, что на хаях не стоило закупать. Ну, и сейчас на 40% можно дешевле. Но кто залетел на хаях, ребят, ваши проблемы. Я говорил, что я буду ждать. Если вы меня не послушали, ну, как бы не следуйте рекомендациям, будете терять. Вот, по матику. Ну, матик сделали скидку. Ну, опять же таки, я не знаю. Ну, смысл сейчас, я не докупаюсь по матику, хоть он и откатился, все дела, там офигенная скидка. Опять же таки, смотрите, как хомяков загоняет, видите. Загнали раз пролили, загнали два пролили, загнали три пролили. Сейчас покажу еще. Загнали четыре пролили, загнали пять пролили. Видите, все это дело, естественно, возится специально, показывает вам такой рост. Ну, а потом все это дело, бум, и проливают нахер. Поэтому ничего тут удивительного нет. По матику я бы сейчас не лез бы. Ну, опять же таки, если вы систематически докупаете, похер какая цена, можете докупаться. Но я сейчас, матик, не рекомендую докупать, смысла не вижу. Вот, ну, я не докупаюсь, по крайней мере. Дот офигенно скорректировался. Вот, дот можно докупить вообще без проблем. 50% скидка. Вот, как раз я ждал к этим отметкам, мы к этим отметкам и пришли. Вот, как говорится, ну, тот, кто умеет ждать, тот дождется. И особенно, если ты уверен в своем решении. Вполне допускаю, что могут ниже опустить. Но для того, чтобы хотя бы не ломать тренд. Ну, понятное дело, нам тут можно падать куда-сюда, и тренд не сломается. Вот, поэтому, ну, если кто ждет по более низким отметкам, в целом, можно тоже подождать. Как раз будет скидочка даже в те же там 80%. Но рекомендую все-таки частично хотя бы докупаться. Ну, а по каким отметкам все это в клубе я отписал. По поводу XRP, гляньте, мы падали даже до 60, сука, центов. Вот, ну, пока, опять же таки, мы не упадем ниже тут 60. Давайте я даже проведу отметку, чтобы было более наглядно видно. Ключевые у нас здесь, сколько у нас было? Где же там 52 цента, да? Сейчас 52 я проведу. 52 цента. Если упадем ниже данной отметки, то, конечно, будет печаль, беда. Сейчас я add напишу. Вот. Ниже данной отметки. Сейчас эта отметка у нас такая промежуточная. Можно белым цветом отметить. Вот. Ну, и самая такая жесткая отметка. Сейчас я укажу. У нас она находится вот здесь, вот, 50.90. Давайте, 50.90. Вот. 50.90. Сейчас я ее отмечу. Вот. 50.90. Выделим ее тоже каким-то бордовым цветом. Вот. И в целом вот эти отметки можно... Если мы не упадем ниже данных отметок, то в целом тренд у нас будет не сломлен. Вот. Но в идеале, конечно, не закрепляться ниже тех же там 78-8 центов. Вот, смотрите, у нас красный с зеленым и получается такой желтоватый цвет, даже салатовый. Вот. Прикольно. Вот. Ну, смотрите, допустим, если я удалю, да, видите. Вот. Поэтому все это прикольно выглядит. Вот. Поэтому на данном тапе, как видите, это ключевые отметки, от которых нас могут откупать. Ну, и в целом, кто ждал скидки по XRP, вот вы ее получили. Даже на 60 центов мы, сука, спустились, по которым мы были, считаю, что год назад практически. Вот. Поэтому. Что там у нас еще осталось по монетам? Соответственно, по-по-по-по-по, в эту, по в эту тоже самая скидка. В долгосрок накопления у нас продолжается. Поэтому, кто хотел взять, тоже есть отличная возможность. Ну, опять же таки, я порекомендовал бы докупаться. Опять же таки, частично. Потому что либо могут еще пролить, либо, соответственно, на данном тапе, ну, как бы, в эту у нас уже дал и так хороший рост. Поэтому, если рассчитывать, то на долгосрочную перспективу. Дальше, что еще у нас? Что еще у нас по монетам? В принципе, биткоин. А, Ада Кардана давайте и XLM Stellar. Вот, Ада Кардана тоже спустили вниз. Опять же таки, ребят, я говорил, что в идеале вот здесь на хаях не лезть и подождать скидки. Ну, вот 50% в целом я докупался, конечно, и здесь. И здесь, там, и здесь, и здесь. Я частично докупал Аду. Вот, поэтому, ну, кто хотел дождаться дна или тех же отметок, вот у вас это получилось. В целом, те же 55-60% скидка можно, я считаю, докупать. Тренд не сломлен, пока мы не упали за тот же 1 доллар. Поэтому не паятись по этому поводу. Все отлично. Кто паникует, ну, опять же таки, я говорю, если мы не падаем за 1 доллар, тем более за 1.4, то в целом могут с квизом свозить. Если все это дело выкупят, то тренд у нас глобальный не сломлен, и можно ждать дальнейшее движение наверх. Поэтому ситуация, кстати, похожа по графику даже как по ТЭТ, а даже я бы сказал по ТЭФИЛ, видите. Поэтому такие дела. По XLM Stellar давайте глянем. По XLM на данном этапе, ну, по XLM то же самое. Если не падаем ниже вот этих отметок, критическая отметка у нас здесь, сколько здесь, 20 центов. Вот, давайте отметим 0.20. Выделю красным цветом, вот. Соответственно, если не падаем ниже данной отметки, то в целом тренд у нас сохраняется, и все отлично, как говорится. Монеро то же самое. Здесь у нас ключевая отметка в идеале вот здесь. Вот сколько тут было у нас? 200, сейчас. 180, да, где-то. 180, давайте я округлю. Пускай будет 180 долларов. Если ниже 180 мы не закрепляемся, то, в принципе, все отлично, все замечательно. Поэтому париться по этому поводу тоже смысла я не вижу. Вот, дальше, что еще у нас? Монеро, Dash. Dash, думаю, многих интересует. То же самое. Dash здесь у нас критическая отметка. Сейчас я покажу. У меня тут до хера уровни, конечно, расчерчено. Но вот ключевая отметка. Вот это вот у нас в те же там 114 долларов. Ну и самое последнее, это у нас здесь в 101,7 доллар. Поэтому если ниже нее, конечно, упадем, то будет печальненько. Вот, но как вы видите, все это дело тоже выкупается. И повода для паники, как говорится, нет. Вот, поэтому, что у нас еще по монетам? Кстати, H-Bar, там обновление должно выйти, насколько я помню. Сейчас я вам покажу. Это я по Тете записал отдельный видос. Можете глянуть на канале. Вот, по H-Bar, нет, тут нету сейчас. Забыл еще показать в ролике про Тету, кто смотрит мои видосы. Опять же таки, у вас преимущество получить, ну, все мои видосы, да, дополнительную инфу. Сегодня у нас Hard Fork по Тете, 4 декабря. Поэтому, как видите, у нас обновление основной сети, поэтому Тета еще подлетит. Но отдельный видос был на канале. Вот, забыл вот этот момент упомянуть, но я думаю, ничего страшного. Вот, поэтому такие дела. Вот, что еще у нас? Ну, в принципе, вроде бы все. По монетам, по H-Bar, если кто хотел добрать его в долгосрок, опять же таки, тоже есть у вас возможность. Там, по-моему, тоже какое-то обновление сети было. Я скидывал в закрытый клуб новость. Вот, давайте глянем. Сейчас, может быть, я найду. Пока буду искать, вспомню, может быть, какие монеты еще. Вот, если по поводу H-Bar, ну, по-моему... Вот, я открыл, короче, что у нас было по обновлениям. Вот, бессрочный контракт у нас запущен был 16 ноября на Криптокоме. Обновление тестовой сети 18-го. И вот обновление основной сети у нас было 3-го декабря, а этой новости уже нет. Вот, поэтому и, соответственно, думаю, эта новость тоже подтолкнет цену данной монеты вверх. Кто верит в данную криптовалюту. Но, опять же-таки, здесь, если мы не падаем ниже отметок... Сейчас я покажу в те же хотя бы... Сколько у нас тут было? Low 15.55. Ну, давайте 15.50 отметим. 15.50 ниже не падаем. В том, в целом, можно не париться по этому поводу. И все будет, как говорится, отлично. Вот, и монета... Сейчас... Сейчас... Я не совсем понял. У меня две, что ли, линии появились? Нет. Вот, 15.50. Во. Если ниже данных отметок не падаем, то, в принципе, все замечательно. Поэтому тренд не будет сломлен. И напоминаю, что здесь у нас тоже имеется накопление. Вот, но если не учитывать этого роста, почти там 8 месяцев мы стоим в накоплении. Но, в целом, вроде бы все. Вроде бы все монеты глянул. Вроде бы ничего не забыл. Что там еще? Монаро глянул. Дэш глянул. Ну, анонимные монеты все глянул. Стеллар, XLM глянул. Там Аду глянул. Что еще там? Йота глянул. А, Трон. Трон вспомнил. Трон, вот. Точно. По поводу Трона, я уже говорил. Ключевые отметки у нас вот здесь. Вот, поэтому, если мы ниже них не падаем, то, в целом, тренд у нас не сломлен. Ну, как раз сжигание патрона постепенно происходит. И, кстати, за каждую транзакцию, ну, как раз он дешевле сейчас стоит. И можно докупиться. И выкупили, кстати, вот того же уровня, что я здесь проводил. Поэтому совпадения не думаю, да, ребят? Вот. Ну, давайте сколько тут? 82, 58. Ну, короче, плюс-минус вот такой вот уровень. Вот, чтобы мне не мельчить. Вот. Поэтому, ну, в целом, вроде бы теперь точно все. Йота, Иос, там, Доги, Кью, там, Нео сказал. Ну, давайте глянем. Вроде бы все назвал. По поводу шиба. По поводу шиба на данном тапе, если мы не упадем ниже вот этих отметок критических, да, то, в целом, все у нас отлично. Ну, здесь можно провести таким более темным цветом. Вот. И, в целом, если ниже данных отметок не падаем, то, в целом, все замечательно. Поэтому я не парюсь по этому поводу. Если кто, соответственно, там, переживает, что вот, там, все дела, шиба, там, конец уже. Ну, я думаю, в принципе, он еще покажет себя. Но надо рассчитывать, опять же таки, и смотреть на вещи реалистично. Если кто там строит себе какие-то иллюзии, то, ну, как бы, я бы этого не делал. Поэтому, ну, если кто надеется, там, на какой-то бесконечный рост, либо еще чего, ну, я все-таки отбросил бы эти иллюзии. И все-таки смотрел на вещи более реалистично. Поэтому, ну, в целом, такие вот дела по поводу шиба. Если тут, смотрите, уровень, сейчас давайте глянем. Open у нас 3468. Глянем 3400. Тебе 3468. Так вот. Плюс-минус. Вот. Поэтому, если не падаем ниже, там, вот этих отметок, тем более здесь, то тренд у нас не сломлен. И, в принципе, с текущих можно будет как раз вернуться на эти отметки. Я хоть рекомендовал шиб здесь закупать, но сейчас он просел. Ну, окей, ничего страшного. То есть, я говорил, что инвестиция высокоисковая. Плюс, естественно, шиб ходит за остальным рынком и будет коррекция, там, 80%. Если сходим здесь, понакапливаемся, то, в целом, можно ждать дальнейшее движение наверх. И напоминаю, что у нас похожая ситуация уже по шибу была. Даже к гривне, сука, торгуется это дерьмо. Вот. Поэтому, как видите, вот я проводил уровни. Смотрите, у нас был рост, потом коррекция. Ну, и можете сами глянуть, на сколько она была. На те же, там, 70-80%. Если с текущих глянуть, сколько это было. Ну, вот, 70-80% как раз к этим отметкам мы должны критическим прийти. Вот. Которые я отмечал на Binance. Вот. Как видите. Скажу еще раз, если кто не заметил. Вот. На те же, там, 75-80%. Ну, окей. Если отсюда взять, те же, там, 80% минуса мы имеем. Вот. Поэтому, в целом, я думаю, шиб еще сходит. То же самое, как и Доги. Но риски, естественно, высокие. По поводу монет, что у меня часто спрашивают. Стоит ли я закупать там FTM. Ребят, FTM, я не вижу смысла сейчас лезть. Ну, то есть, он тоже на пике. Да, он скорректировался. Но если кто систематически докупает, верит, окей. То же самое там, Алга. Аналогичное у меня мнение. Вот. Тем более, здесь мы, как видите, пытаемся закрепиться ниже. Но, если здесь посмотреть, нас выкупают. Вот. По поводу, что там еще, Атом. По поводу Атом. Атом, то же самое. Я пока тоже не лез бы. Ну, то есть, сейчас для меня сомнительно. Она находится в хаях. То же самое там, Авакс. Вообще, в пике. То есть, смысла никакого лезть не рекомендую. Смысла нет. По Луне аналогично. Кто хотел, можно было фиксануться на росте. Ну, я вполне допускаю, что она может еще и выше сходить. Но, блин. Ребят, сейчас закупаться и сидеть вот это, запрягать до последнего. А, сука, Лайткоин. Я думаю, что я хотел еще. Лайткоин. Ну, опять же таки, здесь отметка ключевая у нас. А вот здесь вот. Поэтому, критическая, да, скажем так. Поэтому, кто переживает по поводу слома тренда. Ну, вот у нас отметка 103.8. Если мы ниже нее не падаем, то в целом можно не переживать. И все у нас отлично. Все замечательно. Поэтому, ну, если не закрепляемся ниже данных отметок, то можно закупаться. Ну, напоминаю, что у нас Лайткоин уже делал перехай. Поэтому надеется, что он сделает это снова. Ну, как бы, я, скажем так, допускаю. Потому что у него был халвинг и до этого. И будет еще в 23-м году. Но, опять же таки, что он сделает там в этом году. Или, ну, быстро, по крайней мере, сделает это в следующем. Ну, я бы особо не надеялся. Поэтому, если закупать, то сугубо на долгосрок. Вот. Поэтому, что там еще мана. Я думаю, Галла интересует. Ну, Галла, я говорил, что здесь пики надо было выходить. Вот. По поводу ксек тоже часто спрашивают. Ну, сейчас скорректировалась. Опять же таки, я сейчас покажу. На хобби. Давайте глянем. По хобби. Что там она? Ну, как видите, упала вниз. Я говорил, если пойдет, то, как бы, будет печальненько. Но, в целом, я вполне допускаю, что могут выкупить, завести наверх. И потом дальше консолидации поперли. Но монета рисковая. Я тоже здесь докупался частично. Ну, кто хотел усоединиться по ней, можно это сделать. Но монета сверхвысокорисковая. Учитывайте данный фактор. А то, допустим, ну, у меня аналогичное мнение. Поэтому, видите, нас пытаются сейчас выкупить. Данных отметок, сколько у нас было? 75.90 или сколько тут? 75.77 даже. Давайте отметим. 75.77. То, соответственно, тоже это у нас критические отметки, за которые нам желательно не выходить и не закрепляться. Вот. Поэтому, такое мое мнение. Но, как видите, мы пытаемся сейчас закрепиться. И это, я не думаю, что благоприятно скажется на данной монете и на текущей ситуации по ней. Вот. Поэтому, ну, давайте, чтобы долго не запрягать. Всем спасибо за внимание. В целом, я сказал, что хотел сказать. И по поводу остальных монет вроде бы тоже все. Уже назвал по поводу там основных монет, которые у меня часто спрашивают. Ну, там мана та же самая. Ну, мана я уже говорил. То есть, мана у нас находится то же самое в хаях. Смысла заходить нет. Ну, опять же таки, ключевая отметка у нас здесь. Если не падаем, то, конечно, можно ждать дальнейшего роста после какой-то консолидации. Ну, блин, ребят. Сейчас заходить, ну, как-то я не вижу смысла. То есть, заходить на хаях. Заходить надо было вот здесь, когда я советовал и когда закупался. Это тот же Grayscale. Вот. Поэтому по основным монетам все. Спасибо за внимание. В целом, там, допустим, если кого интересует, то та же монета EGLD. То же самое. Я бы не советовал бы сейчас. Ну, вот, кстати, еще скидка по монете Алиса. Вернулись мы к тем же отметкам, где и были. Ну, кто заработал профит и скинул, ваше право. Но я уверен, что Алиса себя покажет. Тем более, у нее там куча событий. Можете зайти на тут же CoinMarketCal, либо глянуть мой видос на Ютубе. Вот у нас игровой аукцион NFT будет запускаться в декабре. Ну, и там куча событий плюс еще намечено. Вот, кстати, по тому же TLM и сегодня запуск у нас Landpack Launch. Вот. Ну, и по Алисе я уже показывал, если зайти в данную криптовалюту, да. И посмотреть, что у нее там за события намечено на 2021-2022 год. Поэтому, как видите, у нас развитие игрушки данной продолжается. И намечено на текущем этапе 8 событий. Уже некоторые повыполнялись. Ну, и в целом, можно ждать дальнейшего роста. Ну, по TLM, кстати, вернулись к тем же отметкам. Вот у нас возможность, в принципе, по скидочке зайти. Поэтому, ну, кто хотел, кто там заработал, кто взял профит, либо там фиксанул в моменте, ваше право. Но, опять же таки, я все-таки похолдил, потому что данные монеты себя еще покажут. Либо тот же Send. Ну, смысла тоже заходить не вижу никакого. Вот. Если монета там CRV, кто хотел CRV, вот, частично тоже можно докупить на текущем этапе. И Chilis, кстати, скорректировался. Если кого интересовала данная криптовалюта, вот, тоже по ней имеется на данном этапе скидочка. Можно ее добрать. Вот. Поэтому, такие мысли, такие дела. Спасибо за внимание всем. Ну, здесь сколько у нас? 20 центов. Критическая отметка. Поэтому, если ниже нее не падаем, то, в целом, я никакой проблемы не вижу. И ENJ тоже рекомендовал бы похолдить. Вот. Ну, а кто хотел ее докупить, можно это сделать. Ну, учитывайте, что монета тоже почти в хаях. Поэтому, ну, как бы на данном этапе тоже довольно-таки рискованно. Вот. Всем удачи. Всем пока. Спасибо за внимание. А, ну и Solana, любимая. Как же, блин, без Solana? Вот. По поводу Solana, то же самое. Сейчас лезть смысла не вижу. Вполне допускаю, что может сходить, если выйдет за вот эти отметки. Но заходить сейчас в Solana я смысла не вижу. Хотя, ну, если кто систематически тупо докупает, там от года и выше, в долгосрок, ну, ваше право. Вот. Поэтому такие дела. Спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Подробный обзор монет. И смотрите предыдущие ролики, которые я записывал на канале. Информативный и полезный канал, где освещаются наиболее важные экономические новости, что влияют на цену крипты. Это криптоиндустрия. Ссылка на канал в описании под роликом.